Раньше, раньше, чтобы открыть Нефалемский портал, нужны были осколки. Осколки портала, которые падали с кого? А, с поручений. Вот как раз-таки вот нужно было выполнять поручения, чтобы пойти в портал. Сейчас, сейчас в Нефалемский портал можно пойти вот прям сразу принять. Открываем, заходим. И сейчас мы его пройдем, ребята. Мы пройдем Нефалемский портал на третьем истязании. И я вам покажу вообще для чего, вообще, для чего это нужно. То есть тут не на время. Раньше это, кажется, на время все было, да? Сейчас все это не на время. Очень быстро. В смысле, очень быстро. В люб... Как хочешь можешь проходить. Ну, просто зачищаешь, фармишь. Я не знаю, я, наверное, ускорю это видео, чтобы быстренько все прошло. Потому что здесь ничего интересного нет, просто локации. Тут виолитки. В общем, я ускоряюсь. Опачки, опачки, шлем. Отстойный шлем, даже смотреть не буду. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я очень быстро с помощью столба молнии дошел до босса и... Я его уже убил. Вот, ребята, это обычный портал. И в конце, как всегда, есть страж портала. Ну, или босс, как его назвать. И мне с этого босса выпал камень великого портала. Вот этот камень. И покажет вообще, что дальше. Что дальше. Ну, а так, вот эти порталы, вот смотрите, я зачистил его. То есть нужно шкалу вот эту заполнить, убивая монстров элитных, обычных. Как только шкала заполняется, выходит босс, которого я только что убил. И все, сдаем квест. Орек. Все. Окей. Опять мне какая-то ачивка. Давай по-быстрому, наверное, пройдите нефалемский портал за 5 минут. Ого, можно еще за 2 минуты пройти. В общем, да. Прошел я этот портал. Продаю я все. Сейчас, нет, не продаю я. На ресурсы бью. Вот вам совет, ребята. Если вы не знаете, все, бейте на ресурсы, как только у вас будет лейт. А то вдруг вы будете продавать. Нет. Голд обесценился. Это не стоит того. Шлем. Давайте-ка посмотрим. Но он отстойный. Это точно. Да. Нет, это отстой. Даже в куб каная что-то не хочется его сплавлять. И что у нас тут? Что у нас тут дальше? Камень великого портала. И это, ребят, самое, наверное, ну... Нет, еще, конечно, кое-что есть чем заняться. Но, по сути, все сейчас занимаются великими порталами. И я вам сейчас покажу, как, почему, что, зачем. Я открою сейчас рейтинговую таблицу. Еще раз. Вот в начале была. Вот. Сезон, героический режим. У меня сразу под меня подбирается. То есть у меня не обычный. У меня не софткор. У меня не хардкор на... Вне сезонном. У меня сезон, но еще к тому же хардкор. И здесь... Не чародей, охотник на демонов. Таблица рекордов. Именно рекордов. Вот Европа. Охотник на демонов. Соло. Я буду только соло рейтинг смотреть. И четвертый сезон. И здесь у меня мой рекорд. 19 уровень портала. Это уровень портала. Вот что главное. И я прошел его за 6 минут. Это мой рекорд. На большее я не пробовал. Но у ребят тут, вот посмотрите. У них 63 уровень портала за 13 минут. То есть 50. Ну, до этого далеко. Но это действительно сложно. Это нужно очень много играть. У них там снаряжение топовое. И в общем, да. Вот она цель. Вот она вся цель. Практически всех сейчас игроков Диабло. Просто на фаст. Великий портал нужно проходить именно за время. То есть тут очень важно время. И, конечно же... Ну, как вам повезет. Вот, да. И у меня тут открыт портал 30 уровня. Ладно, я не буду это показывать. Как они распределяются? Вот, видите. Портал 1 уровня. Это уровень сложности высокая. 4 уровня эксперт. 7 мастер. И тут, видите, можно между где-то уровнем сложности подставлять, чтобы для себя какой-то идеальный находить, его фармить и все прочее. Но все, конечно, стремятся выше. Но что выходит? Что выходит? Все просто фармят порталы для того, чтобы улучшить свое снаряжение. Это обычная диабловская схема. Фарм ради фарма. То есть ты улучшаешь, 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 улучшаешь и еще раз улучшаешь свое снаряжение, пока оно не станет идеальным, чтобы ты проходил дальше порталы. Все, ребят. Смысла больше нет. Вот я вам действительно показал практически все, что можно сделать в лейтгейме. В лейтгейме. Только, конечно, еще ключники. Есть еще ключники. Я не знаю, успею ли я вам показать. Это так называемое адское устройство. Уберы их называют. Ужас. Я столько выдал сейчас непонятного. Я понимаю, вы не понимаете? Наверное, это будет в конце видео, я вам скажу. Но сейчас я все-таки пройду великий портал на... Действительно поставлю сложное для меня 19-й. Надеюсь, я не подохну. Даже если подохну... Ладно. Рискнем. Рискнем. Я, наверное, не буду замедлять. Буду вам показывать и вообще геймплей, как это все проходит. Фух. Ну что, погнали. Итак, многие нефалемы приходили сюда до тебя, но мало кто справлялся с испытаниями. В общем, смотрите. Мне нужно убить прислужников стража нефалемского портала, во-первых. И как бонус, как бонус, убить стража портала до того, как закончится время, чтобы успешно завершить прохождение портала. То есть, по-любому, этот бонус нужно брать. Портал считается законченным, когда вы убиваете этого стража портала. И видите, тут уже идет время. Оставшееся время 14 минут. Я уже 30 секунд просто... 14 минут 30 секунд. Я уже лишние мои 30 секунд просто проболтал, поэтому я пошел. Для меня это сложно. Меня здесь могут просто шотнуть, вам честно скажу. Но я сумасшедший. Я обожаю играть в Диабло на хардкоре. Я получаю адреналин от этого. Прям... Прям вообще... Кайф, можно даже так сказать. Поэтому, да, ребята, я стараюсь сейчас быстро все зачистить. Не, по урону я хорошо прохожу. У меня стойкости мало. Я вообще, если честно, на хардкоре играю давно. И как-то уже стойкость просто решил не качать. Ай, ладно, как будет? Я вообще начинал играть. Вот вернулся в Диабло с лозунгом Ай, как будет? Без разницы. Умру так умру. Но пока что действительно я достиг чего-то. И сейчас у меня просто как бы нет цели дальше. Я, конечно, могу совершенствоваться. Проходить еще дальше портал. Могу там, ну, улучшать снаряжение, чтобы проходить уже 20-й портал. Все прочее. Но это как бы не было моей целью. Я не хочу ставить себе какая-то цель. Но тогда получается... Тогда получается, что мне еще делать? Делать-то нечего, ребят. Вот к чему я пришел. Я вот сейчас поиграл. Все прочее. Почему я начал записывать этот ролик? Я не вижу как-то больше целей. Нет разнообразия, что ли. Возможностей мало. Это... Это... Нет, я не спорю. Во второй Диабло точно такое же было, но люди играли. Но просто для меня лично... Как-то хочется чего-то большего. Я очень-очень ждал ПВП. Когда в Диабло обещали добавить ПВП. И я немножко, знаете, я даже понимаю, Близзард, как они решили это сделать. Почему они сразу не добавили ПВП? Я думаю, у Близзард в планах было сделать какое-то крутое ПВП. И специально, специально в начале не было оно добавлено, чтобы игроков заинтересовать. Вот у меня были такие предположения. Потому что, ну, по-другому я... Не знаю, почему тогда сразу не добавили. Но потом добавили ПВП и... Это даже сложно ПВП назвать. Это просто арена. Там все не сбалансировано. Тебя могут даже ваншотнуть. Твои враги. И это, блин... Это как-то... Ну, не знаю... Хотелось бы какого-нибудь крутого ПВП. Которое... Которое как-то бы... Ну, хоть какое-то разнообразие ввело в игру. Вот, что вот по этому поводу хотел сказать. А так, вот великие порталы. Все, что вы можете увидеть на... В фарме таких крутых чуваков, которые играют в Диабло, это великие порталы. Больше обычно никто не делает. Кто-то еще фармит уберов. Об этом мы в конце видео поговорим. Я скажу. Но, по сути, все. Да, вот так все на скорость идет. Вау! Меня чуть не убили. Да, да. Вот. Это страшно. Это действительно страшно. Но я еще пытаюсь вам что-то рассказывать. Я почти прошел половину портала. По времени я успеваю. Все у меня хорошо. Главное просто не получить урон рандомный. Да. И вот, что я еще хотел сказать. Столб молний. Вау! Вот эти столбы вы, наверное, видели в ускоренной версии. Они просто офигительные. То есть, вот этот столб, он дамажит. Он именно дамажит всех вокруг. Ну, как дамажит. Мне даже этого урона не хватает. Ааа... С помощью этих столбов можно вообще прям офигенно почувствовать себя богом. И... Они помогают при прохождении. Я это все-таки там добью элитку. Потому что с элиток падают вот эти сферки, которые увеличивают... Эм... Эм... Которые увеличивают... Полосу... Портала. В общем, ребята. Что я вам могу сказать? Это... Это не запись. Это все в лайве происходит. Ой. Это Диабло, ребят. Это видеоигры. Это хардкор. Я даже догадывался, что я подохнул. Вот я прям догадывался. Я к этому шел, ребят. Я просто к этому шел. Эм... В общем, я не показал вам уберов, к сожалению. К сожалению, не показал вам уберов. И, наверное, надо было вам шмот мой показать, какой у меня был. Меня просто шотнули. Вы видели? Вот в чем мне нравится Диабло. То, что здесь адреналин. Вот за это я люблю Диабло. На софте, на софте, не на хардкоре, я, наверное, бы... Мне очень скучно играть. Потому что так даже, знаете, нет риска какого-то. Ты просто формишь. Ты просто формишь, 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 и все. А здесь вот я чувствую, я чувствую, что я рискую. И мне это нравится. И сейчас я подох. И абсолютно просто случайно... Вот, не знаю, я мог не умереть. Я даже не понял, почему у меня пассивка не сработала. Это странно. Значит, меня что-то еще другое добило. В общем, да, вот вам вся суть хардкора, ребята. Ага. Давайте я вам скажу спойлер. Что было бы, если бы я прошел этот портал? После его прохождения. После его прохождения. Давайте я выйду в меню. Ой, я не знаю, или на этом даже закончить. Это будет очень иронично. Ругался на Диабло, и бац, все. В залпадших. А, нет, я не буду отправлять в залпадших, потому что... Потому что, потому что, потому что... Что я хотел? Я хотел посмотреть шмот. Я могу вам показать шмот таким образом. О чем я говорил? О чем я говорил? Вот, я не знаю... Я же догадывался, что я могу подохнуть. Господи, умеренность, сосредоточенность. Ох, жалко, жалко. Но в этом вот вся суть хардкора, и мне это нравится, ребята. Мне это очень нравится, то, что вот здесь такой риск. Именно из-за этого я вот в последнее время играл в Диабло. Потому что это круто. Это вот ради этого стоит играть. Потому что фарм ради фарма меня не увлекает. И все, вот я сейчас подох и, возможно, даже я сейчас заброшу игру. Господи, вот это видео выходит. Ладно, пока я не буду отправлять персонажа. Но что самое ироничное, ребята, я вам сейчас покажу. Меня прокачали. Меня... Я давно хотел качнуть Монаха на моем... На хардкоре. И здесь меня просто чувачок прокачал. И посмотрите. Время в игре 44 часа 46 минут. Видите, да? Это сколько я потратил вот сам. Ну, я, конечно, с другом играл. Но в смысле мы были одного левела. Мы потихоньку шли, вот так вот шли. Но это не считается, что качаем. Это считается, что я сам играл. Вот, 44 часа. Тензин, Монах 70 уровня. Час. Час 0 минут. Вот, это меня прокачали. Само собой, это меня прокачали. Просто по доброй воле чувак это сделал. Но что важно, ребят, тут... Не важен сейчас в Диабло уровень совсем. Но это, наверное, всегда было не важно. Важны именно предметы. Важны предметы, которые... Вот, крутые, на которые вы фармите. То есть, вот сейчас я могу спокойно, например, попросить, чтобы меня прокачали еще раз этого ДХ. И снова опять, опять фармить предметы. Но вот меня прокачали Монаха. У него просто идиотские предметы. Я даже скилл билд ничего не придумал. Хотя, Монах это классный герой. И давайте я начну и покажу вам вообще... В чем суть? В чем суть? Именно, вот, прохождение Великого Портала. Итак, я даже не знаю, зачем я зашел за Монаха. Возможно, у меня еще какой-то шок после того, как я потерял персонажа. Или даже нет. Я слишком спокоен. Это нездоровая реакция, точно. В общем, после прохождения Великого Портала вам выпадают, конечно же, шмотки хорошие. Действительно, после Великого Портала шанс хороший, что с босса упадет хороший шмот. То есть, он похож на нефалемский, только здесь ограничение по времени. И в конце, в конце присутствует такой особый ремесленник. Кстати, да, тайник сохраняется, ребят. Все, что у меня в тайнике сохранилось. Вы не волнуйтесь, что я вообще все потерял. Только персонажа потерял. И вот с помощью того ремесленника, который появляется в конце Великого Портала, можно качнуть камни, самоцветы. Вот они качаются. Вот единственный самоцвет проклятия сильных я прокачал до 25 уровня. И это действительно сложно, потому что на четвертом уровне истязания шанс прокачать до 25-го очень маленький. Очень. То есть, там зависит все от портала. То есть, шанс зависит от портала. То есть, на первом уровне, первый, второй, третий, четвертый уровень самоцвета можно прокачать на очень легких порталах. То есть, а нет, там никак не показать. На порталах уровня пятого, десятого. Но чем выше уровень камня, тем сложнее, тем меньше шанс, что он апнется в плохом, в лоу-скильном портале. То есть, нужно повышать уровень порталов, повышать себе мобов, чтобы качать камни. А зачем качать камни? Чтобы вставлять их в предметы. Знаете, что я решил? Я решил не показывать никаких уже уберов и закончить как-то на этом. Вот вы сейчас видите моего героя, который только что погиб. И когда я его создал? Я создал его 7 октября 2015 года, само собой. И умер он 16 октября. Конечно, конечно, я играл много. Да, я играл много. Я уже знаю основы игры. Возможно, я очень быстро уже все это прохожу, осваиваю, достигая каких-то высот, которые мне нужны. Ребята, я уверен, что сейчас какие-то Диабло найдутся Диабло... Нет, Диаблофаны, которые прям вообще по максимуму собираются. Но мне действительно, мне этого вот, то, что вот я достиг, вот этого, мне этого вполне хватает. И в этом видео я бы хотел вот в конце этого видео спросить вас, а стоит ли возвращаться в Диабло? Вот вы что увидели? Я вам практически все показал, только не показал, вот говорю, уберов. Но, возможно, если хотите, если хотите, поставьте лайк, или же напишите в комментариях, что вы хотите узнать, что это такое, что за уберы, в чем их смысл, потому что просто уже не хватает на них время. Ну, а так все. Я вам показал практически все нововведения. Возможно, что-то забыл. Извините, если забыл. Напишите еще раз, повторяю в комментарии, что я, может быть, не учел, все прочее. В общем, я не знаю. Я вас теперь спрашиваю. То есть, вы зашли на это видео, чтобы посмотреть, а в чем? Стоит ли возвращаться? В чем смысл игры? А тут в конце я вас спрашиваю. Ребята, может быть, вы знаете? Потому что уже... Я считаю, что Диабло нужно как-то разнообразить. Очень мало возможностей. Вот что я сказал? ПВП? ПВП. Потом, возможно, что-то с голдом сделать. Может, возможность торговать. Может быть, интересно как-то было. Потом хотелось... У меня, кстати, мысль была сделать такие... Не то, что мысль. И предложить Близзард сделать такие предметы еще легендарнее легендарных. То есть, вообще фиолетовые какие-то. Фиолетового цвета предметы, которые падают вообще там раз в тысячу лет. Это было бы прям... Вот это было бы, кстати... Хоть это тоже как-то фарм ради фарма, но это было бы, наверное, так... Такие ценные предметы были прям суперские. Конечно, не факт. Не факт то, что люди бы... Тогда бы люди их просто продавали, если бы была торговля. В общем, все это сложно. Очень сложно сформулировать мнение. Может быть, еще стоит сделать так, чтобы легендарок так много не выпадало. Потому что вот на последних... В эти выпадает очень много легендарок. Вот вы видели, как я сейчас просто сплавил шлем, который мне не нужен? Они правда... Они не как-то сыпятся. Их просто много. Они какие-то, ну, не оченьские что ли. И все. В общем, я думаю, я думаю, нужны вот такие изменения, которые вам я уже ранее сказал. А так смысла я не нахожу. В Диабле... Вот я смысл нашел с 7 октября до 16 октября. Качнуть ханта до 70 уровня, 100-й парагон. Вот действительно. И теперь я его могу спокойно отправить в зал падших, потому что он выполнил свое задание. Я завершил, кстати, сезонные... Вам сейчас покажу. Сезонные главы. То есть, тут есть сезонные достижения. То есть, глава первая. Это сделать вот что-то тут. Глава вторая здесь что-то сделать. Третья глава. И четвертая. Она, по идее, последняя. И после нее вы получаете рамку портрета, которая доступна только на сезоне. И питомца. Вот. А дальше уже идут такие суперсложные задачи. То есть, дальше вообще после вот этого убийца, там еще защитник. Там просто... Ну, не то, что невыполнимые. Настолько сложные задачи, где нужно в игре проводить очень много времени. У меня на это время нет. И я не считаю это какой-то великой целью. И, в общем, да. В этом суть. Вот. Я вам показал Диаблу. Какая она сейчас. В Лейте. Показал, насколько вот можно умереть на хардкоре. Вы, наверное, сейчас в шоке. То, что вот я играл вот столько. 44 часа. Да я уже привыкший к этому, ребята. Я могу вам показать залпадших. Конечно, у меня не умирало... А, кстати, нет. У меня не умирало персонажа на 70 уровне. Вау. У меня на 57-м умерла монашка. Как же я ее любил. Как же я хотел ее докачать до 60-го. Моя первая смерть. Жесткая смерть на хардкоре. Я умер из-за интернета. У меня залагал интернет. Я из-за этого умер. Вот честно вам скажу. Это серьезно. Без шуток. Здесь шайтанка у меня была. Чародей. Убил меня Серафим с 5-го акта. Я не знал, что они такие домашние. Меня просто откинули. Интернет здесь ни при чем. Дальше у меня Тензин 55-го. Он был убит на 5-м акте тоже Урзаэлем. Вот этот второй рейдж меня просто добил. Я реально не ожидал, что он меня убьет. Вот. Потом здесь есть какой-то сглик 15-го левела. Ладно, это не важно. Но вот этот герой действительно... Нет, где он? С 50-й уровень. Я достиг чего-то и все закончилось. И на этом я хочу закончить это видео. Отправить своего героя в зал падших. Павшим. Спасибо вам за просмотр. С вами был Фил. Напишите свое мнение в комментариях. А я пойду, наверное, плакать. Или смеяться. Я не знаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok